Смотровая площадка. О путешествиях по Израилю и не только. Ну, погода у нас сейчас не просто хорошая. Она идеальная, можно так сказать. Подходит для того, чтобы немного покорячиться на севере. Поэтому я предлагаю всем отправиться на Арбель. Это мы любим. Покорячиться. Да, покорячиться все любят. Национальный парк это под Тверей находится на самом практически берегу Кенерта. Там, в принципе, и с ночевкой на этом берегу можно и встать. Да, и так, к парку. Вообще, это как бы гора. Сама так называется Арбель. И основное развлечение там это либо подниматься на эту гору, либо спускаться с нее. Чаще делают и то, и то. И по мере того, как вы это делаете, вам открывается, ну, наверное, самый лучший, на мой взгляд, вид на Кенерет, который только есть в стране. Помимо озера, с горы видно почти все Голланы, видно Хермон. Да, да, видно арабские деревни и даже старый потухший вулкан. Представь себе, у нас и такое есть в стране. Вау. Говорю, Израиль это мир в миниатюре. Сто процентно можно найти вообще все, что угодно. Абсолютно точно. Огромный плюс ехать именно сейчас. Там вот как бы все цветет, то, как мы любим. Потому что летом там будет выжженное поле, а сейчас зеленые лужайки, деревья, цветочки. Ну и Кенерет максимально наполненный водой после дождей и еще не успела там ничего высохнуть. Смотри, ну зимой-то сейчас не очень много дождей было, на мой взгляд. Ну, я думаю, что это были все дожди, которые у нас были за зиму. Я не думаю, что будет еще, поэтому максимально наполненный водой в этом году. Спасибо, что хоть пару раз был дождик, да? Хотя бы что-то, да. Хотя бы этому будем тоже радоваться. Какой-то запас, какой-то маленький стаканчик на черный день у нас есть. Так, дальше что делаем? Дальше делаем. Ну, идем более подробно к спуску, он же подъем, и это все довольно непросто там будет. Я бы даже сказал, что весь маршрут там вниз и вверх, он в средней сложности. Там есть как вот сложные скобы, по которым вот мы говорили выше, корячиться придется, так и абсолютно ровные дорожки, по которым можно хоть с коляской гулять. И по дороге там встречают пещеры, и они очень-очень-очень крутые, всего их около 350 штук. Внутри в некоторых из них живут летучие мыши, да, туда можно зайти, но очень аккуратно, что если напугаешь их, то, конечно, не позавидуешь этому человеку. И что, можно стать этим, как его сейчас, фильм же был Морбиусом, точно, вот, спасибо. Нет? Джаредом Лето я хочу, вот можно Джареда Лето, а вот все остальное не надо. Можно только со всеми последствиями. Ну, хорошо, ладно, тогда не будем злить летучих мышек. И помимо летучих мышей, ну, раньше, в очень-очень бородатые старые времена, в этих пещерах жили люди, так что если вот нас молодые семьи сейчас слушают, то рассмотрите, вот оно, то самое доступное жилье молодым. Вообще, чаще всего, там селились, как бы их сейчас назвали оппозиционеры, во время вот всяких восстаний еврейских, да, там очень много жило людей, и любили они это место, потому что их в этих пещерах защищал обрыв. То есть им было очень сложно подобраться, позже вот это как-то заметили более поздние люди. И вот эти пещеры, несколько из них, некоторые из них соединили вместе. В 17 веке объединили, укрепили, и получилась целая крепость. Называется она Келат-Абу-Маан, и по ее руинам тоже там можно погулять. Выглядит это просто вау. Крепость практически полностью выбитая в скале с узкими ходами, часть которых даже не рукотворная, а самые настоящие пещеры в несколько этажей. Ну, да, это прямо очень круто. Дальше, я упоминал уже, что часть маршрута там по скобам проходит. Так вот, там часто бывает толкучка на этих скобах, потому что довольно узкое место, и когда много людей там набивается, то, ну, затор такая, пробка. И там повесили светофоры прямо на маршруте, прямо на скобах. Серьезно? Да. Типа, остановитесь, подождите, проходите. Ну, да, условно там ты на подъем собрался, а тебе там на светофоре красный горит. И ты вот не двигаешься, даешь людям, идущим тебе вот на встречу спуститься, и потом, когда зеленый, то уже тебя там где-то наверху пропускают. Ну, слушай, это очень грамотно и правильно, на мой взгляд. Это очень круто, да, это очень круто. Я первый раз такое встретил, больше нигде такого здесь не видел у нас. И помимо, ну, помимо вот этих всех видов, пещеры, гор, скалы, маршрутов со скобами, там очень много всяких исторических штук. Мы как-то говорили, помнишь, мы разговаривали про Бейчарим, это где пещеры с саркофагами, где отмывали или убегали. Да-да-да. Вот там есть точно такие же саркофаги, только они на вершине горы находятся, и если вдруг там мумия уже встанет, то, конечно, уже будет сложнее убежать. Хотя не-не-не, наоборот. Особенно если светофор красный. Наоборот, да. Если светофор только красный, да, то уже придется тогда мумии покориться. Смерть – это только начало. Ты знаешь, да, что это слоган как раз фильма «Мумия». Да. Так что, друзья, не переживайте, все будет нормально. Да, там есть древняя синагога, поэтому можно там сразу забежать в нее, спрятаться там и как-то начать молиться, я думаю, там он не тронет. А, ну это поможет, сто процентов. В фильме «Мумия» там тоже кто-то начинал на иврике молиться, и его не тронули. Ну, был какой-то. Да, вообще лучше всего, мне кажется, вот конкретно этот национальный парк, он прям сочетает в себе вот такую называемую природную часть с историческими всякими местами. Их тут прям тьма, вот как мы сказали, там саркофаги, всякие синагоги и природа, да, там скалы, пещеры в округе. И очень много коров там, кстати говоря, можно встретить, да, запах от них везде тебя спровождает. Самая красивая смотровая площадка находится в начале маршрута на самом-самом верху, недалеко от парковки. С нее видна выступающая часть самой вот этой горы Арбель. И на ее фоне внизу Кенерет и все эти деревни. И весь этот вот фон и вид прям мне напомнил Прикистолиум в Норвегии. Это, если кто-то не знает, такая практически квадратная гора с видом на фьорд. Вот у нас здесь практически один в один то же самое вот с этого самого ракурса. В общем, да, получите огромное удовольствие для глаз. Сожжете там перед праздниками калорий кучу и зарядите энергией на много-много времени вперед. Из полезного теперь к полезному перейдем. Бронировать этот заповедник нужно заранее. Ага, то есть просто так туда не приехать. Ну, не зря же там светофоры поставили. Ну, вдруг, слушай, все же для людей. Все хотят приехать, поэтому да, заранее бронируйте. Потому что, ну, если просто так приедете, то можете просто постоять в укуках, и вам сразу же нельзя. Делать это все бронирование лучше. Ну, не лучше, а единственное место, где мы можем это делать, это сайт parks.org.eu. Там мы бронируем вообще, в принципе, все заповедники. Просто заходите на сайт, в поиски вводите название заповедника, и там нажимаете кнопку «Заказать», «Забронировать». Стоимость этого заповедника 22 шекеля на взрослого и 9 на ребенка работает он в 8 утра до 4 часов дня, даже в шабаты. Только по пятницам до 3, и в праздники до часу. Угу. Ну что ж, кто предупрежден, тот вооружен. Заходим на сайт, бронируем. Потрясающий заповедник со светофором. Ты меня впечатлил, конечно, просто нереально этим, что, ну, тем более у нас такое есть. Это прям, честно, удивительно. Обычно кто пошел, тот и пошел, да? Все-таки в Израиле у нас складывается именно так. Ром, спасибо огромное, что присоединился к нам и придумал планы на выходные. Гора Арбель, друзья, запоминайте, куда ехать. Спасибо, да, путешествуйте и не забывайте о мерах безопасности. И водичку тоже берите. Да, начинается сезон воды. Ну, а прямо сейчас заканчивается наша смотровая площадка. До следующей недели, Ром. Хороших выходных. Спасибо, всем пока. Смотровая площадка. О путешествиях по Израилю и не только.